То есть существует очень много факторов Есть действительно слишком много переменных То есть это не то, что сказать 2 плюс 2, 4 или не 4 Тут вроде бы все очевидно Там много переменных, много факторов От которых будет зависеть исход партии И есть буквально несколько моментов Насчет которых нельзя спорить Это наличие статов, хорошие они или плохие И эффект сильно рандомный или менее рандомный То есть дальше все уже упирается в фантазию Потому что в Хорсоне слишком много запоминаний Здесь ребята готовятся уже сразиться Я смотрю, что Станцевка опять что-то выписывает Не понимаю, что он выписывает абсолютно никоим образом Но что-то он там где-то пишет Вспоминаю сразу Ланы, где Станцевка приходит Вначале заходят бананы Потом заходит Станцевка со связкой бананов Потом пакет сока Садится, достает кипу бумажек Это даже не тетрадь Это просто кипа бумажек, на которых у него просто написано Результаты по всем матчам, с кем он только играл Какие колоды, какие карты То есть у него действительно огромная пачка бумаги Причем выглядит, честно говоря, эта пачка бумаги непрезентабельно Но это в виде моего архива, который он собирает годами Это рабочий беспорядок, как говорится Все находится под рукой Если он разбирается в этой макулатуре, это его дело А зато если у него своруют эти секретные записи Никто не сможет разобраться Именно, а ты сиди там и ломай голову над тем, что происходит Так, ну я не знаю, у нас началась ли игра сейчас Да, это уже у нас начинается игра Потому что у обоих игроков у нас заявленные классы Калента у нас на своем патроне И Станцевка у нас на своем хендлоке Да, и собственно патрон Варьер, мой любимый С весьма неплохим стартом Стоит отметить, карты все дешевые Монетка на руках То есть можно будет, если зайдет какой-то инрейдж или вертушечка Хорошо того же Аккалита попытаться раскрутить Ну а у хендлока есть дракон, есть маунтэнджайант на старте Как бы больше ему ничего не надо Ну то есть крутиться он будет, ставить ему будет что-то Так что это неплохо Это как мы вчера с тобой видели Лайфкоечные хендлоки, полный низоход Просто полно мусора и неясно, что играть Как давить, как проявлять агрессию В результате было вяло И получалось ни о чем Ход Да, ну и собственно Будет ли Калента сейчас нагнетать на своем патрон Варе Так, то Станцевка симулировал активную деятельность Просто не нажимал кнопку Да нет, ты знаешь У меня есть уже по теме игроков Хардстоун Это Лайфкоеч, Станцевка, Ластов, Страйв Кроу И еще, наверное, один-два игрока, у которых такой же супер-медленный стиль игры Которые любят устраивать игры разума Не, ну просто порой это совсем необоснованно Бывают моменты, когда просто стоит То есть у тебя, допустим Один кристалл маны, например Да, у тебя один кристалл маны Все в руке, начиная от пяти И ты что-то там булки мнешь Не, ну тут как бы я хочу ворваться и сказать, что Фанаты Лайфкоеча, например, скажут Что он думает на три-четыре хода вперед Ответки от своего оппонента Выглядит это реально смешно Особенно классно думать, когда ты думаешь Блин Или на Фейсханте думать Да, да, на Фейсханте думать Или когда, допустим, Рагнарос какой-то будет в кого-то стрелять То есть очень забавно думать в такой ситуации Ну ладно, это уже шуточки У товарища воина есть возможность Просто сейчас всю свою колоду перебрать Буквально за следующих два-три хода Если карты будут выпадать правильные И это, между прочим, очень неплохо Как можно больше перебирать колоду, патрона Это залог успеха Ты вовремя найдешь ответки против хендлока Ты найдешь вовремя раскрутку, комбо И, возможно, темп как раз-таки даст тебе возможность выиграть И начинается Вот именно то, о чем я говорила Обратите внимание, станцифка даже сидит, как лайфкоч Но только не бородат Может быть, это бритый лайфкоч Может быть, лайфкоч — это станцифка с накладной бородой? Как-то все слишком сложно Они играли друг против друга, первый вопрос Было-было Кто-то их видел одновременно в одном помещении Они слишком разные, чтобы быть одним человеком Но игровой стиль все-таки у них очень схож Скандалы, интриги, расследования Показать все, что скрыто, да? Именно Да, ну и сейчас Может колен-то начинать нагнетать В том плане, что есть слэм Есть экзекьют Но экзекьют, конечно, бы хотелось еще и на гигантов оставить Я думаю, больше, чем на этого дракона Все-таки четыре атаки, как ни крути Это не какое-то запредельное число Вот поэтому, играя на контроль-классах Я, например, на этого дракона не особо сильно обращаю внимания до поры до времени Ну, четыре атаки — это действительно соу-соу В юнете, начиная уже с атакой пять и выше, это действительно совсем страшно Так, и у нас что? У нас пошла в атаку гуля Сейчас будет добираться армор, добираться карта И, судя по такому розыгрышу, все-таки у нас пойдет боевая ярость И, возможно, еще будет разыгран с монетки экзекьют, чтобы засейвить своего служителя более максимально Ну, вот выбор экзекьюта с монетки весьма любопытен Просто потому, что можно было попытаться влупить Таурисана на следующий ход с монетки Но! Нет ключевых карт Таурисана Вот, именно, именно То, что Таурисан, он будет просто нулевой, грубо говоря Он не сможет удешевить ничего из заветной комбинации Нужны ключевые карты У нас вчера была такая игра Была такая игра, когда у воина, он против контакта, кстати, играл Когда у Вара на руках было там два колита, слэм, батл рейдж Которая отдает карты, но она медленная Он просто не успел их разыграть Он поймал одного служителя боли в морозку И все, и на этом игра закончилась Но здесь, видишь, получается, против ханта ни в коем случае нельзя играть медленно А здесь против тебя, наоборот, медленный класс И вот, как раз, кстати, сюрприз от станцивки Он играет у нас хандлока с элекстразой То есть, кто-то играет с жираксусом Кто-то играет с Малганисом А станцивка играет у нас вот с элекстразой И все, сюрприз О, станцивка, пошли в ход допинги Жует уже что-то Я еще какой-то сачок там видела Зависть? Пусть жует, если ему от этого легче Можно Да, это его... это скилл Чем больше он ест, тем лучше он играет Проверено огромным количеством турниров Там зрители предлагали запретить станцивке есть на турнирах Чтобы он не выигрывал так много Слишком не контрится Я вижу, что здесь разговоры о еде разбудили аппетиты многих Я могу вспомнить про Макдак, который у нас находится буквально через дорогу Я бы тоже с радостью что-то отведал Я почти с утра ничего не ел Эх, ладно Мечты, мечты Нет, станцивка это... 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 это человек, который заставляет задуматься о многом О еде Для начала Как минимум, да Так, ну и что же, у нас имеется хендлок, у которого полная рука нормальных карт Вопрос... О, нет, а о е Да, в каком порядке это все дело жмакать Хотелось бы, конечно, избавиться от этих служителей боли поскорей Ну, возможно, сейчас даже бомба пойдет Вот, именно про бомбу я и хотел сказать То, что, возможно, сейчас будет удар гиганта и бомбы по служителям боли Я просто не понимаю смысл исключать товарища Армор Смит Ну, просто потому что... Блин, ты же хендлок, тебе должно быть, в принципе, пофиг, сколько у противника здоровья Ты не особо ориентируешься на это Ну, единственное, как бы, иногда у нас патрон вары все-таки используют мощные удары щитом Поэтому Армор Смит нужно побрить, чтобы меньше брони Очень редко Ну, станцифка, ну, нереально отвлекает Он все трощит и трощит Да ладно, все нормально Ты просто не смотри туда и все будет в порядке Так, собственно говоря, у нас пошел еще один слэм гиганта Пошел топор И первого гиганта ликвидировали Неимоверными усилиями, но он все-таки умирает К слову, у нас очень неплохая рука Вырисовывается у Калента Есть у него берсерк, командир, уже есть патрон, есть раскрутка и император Рука очень хороша Смотри, адское пламя Достаточно вовремя на опережение, по сути, получить эту карту Ну, вот сейчас Действительно, у Калента рука настолько неплохо смотрится Что Таурисан следующим ходом, возможно, станет ключевой картой в итоге Непонятно, что еще там следующей карты выпадет Там и так уже имеется в наличии два варсонга В берсерке один из патронов И вертушка, не стоит забывать То есть, если там сейчас появится еще либо один патрон Либо один берсерк Вообще, в идеале берсерки, потому что берсерки не фишат в гораздо большем количестве случаев Потому что берсерки ваншот делают А патроны, только если об что раскрутиться Грамотный хендлок тебе не даст мне таргетов, по сути У меня и спасательных хватает Плюс нужно рассчитывать, что у него не будет АОЕ Так, вот сейчас станцивка действительно маленько подвис Да, это нормально, это станцивка У него за подобные классы Как бы очень-очень много он думает И это нормально Я уже не удивляюсь Да, вот так и появляется Десбайт Кстати, тоже хорошая карта для удешевления Единственное, что... Еще и внутренняя ярость просто отлично Ну вот сейчас Стол почистить вообще никак не получится Что бы ты ни делал Поэтому, возможно, сейчас будет Таурисан просто на свой страх и риск Хотя особо бояться и рисковать тут Я бы не сказал, что ты подвергаешься какой-то опасности 7 дэмэджа на столе Ну, кстати, изрыгателя можно забрать Но для этого придется потратить не из ключевых карт То есть укус, но ты подгоняешь укус Не надо, не надо И отдаешь внутреннюю ярость Но зато следующим ходом, возможно, обслизь Сможешь раскрутиться с патронами Ты и так сможешь раскрутиться Готовит, готовит просто-напросто К раскрутке Подгоняет стол Ну вот, когда такое количество карт Достаточно важных карт Сразу же становится дешевле Это очень сильно настораживает Потому что сейчас тот же Берсерк, например Возможно, сможет убить Надо подумать Так, погоди 2 4 Вертушка Допустим По пятерым целям Так Не, ну здесь Смотри 7 Погоди, погоди, погоди 7 Это 8 10 Ну, можно где-то дэмэджи на 13-то прорубить Тут дело в другом Что станцевка Это все Понимает Поэтому контрить Он это будет либо латхибом Что не даст Никакой нормальной возможности Раскрутиться заклинаниями Или же он мог просто законтрить Это все, не знаю Огромным количеством провокаций Вот Аргуса поставить еще и на Дозорного Как один из возможных вариантов Но здесь у нас станцевка Решил выбрать Путь агрессивный Блокирует латхибом розыгрыш от Калента И просто ставит опытного охотника В надежде на финиш следующим ходом Латхиб очень хорошо зашел Латхиб вообще шикарная карта Латхиб вот против Калента Ну, это карта, которую ему будут вспоминать вечность Потому что этот Блескон, когда он из-за латхиба проиграл игру До сих пор его вспоминают Небольшой, да, был Не знаю, недоигрыш, что ли Ну, ладно, это уже его дела Как бы опять же Недоигрыш недоигрышем Это мы можем его назвать А он может совершенно спокойно обосновать это Весьма рационально Что он обыгрывал? Вот и все Это нормально Это хардстоун Это хардстоун Зато у нас есть отличная отмазка Это хардстоун Все, точка Ну, честно говоря, у воина траблы Потому что он рискует умереть Да Очень сильно рискует, между прочим Погоди, а тут сколько получается? Десять? Двенадцать? Пятнадцать? Нет, летала Ну, можно очень неплохо приблизить Кстати, если бы совуха была Можно было бы еще Кстати, как раз таки за счет совы Можно было бы им нести летал, между прочим Чтобы засалить дозорного Станцевка понимает, что... Может тапнуться, поискать сову Тут нужно понимать, сколько у него... Кстати, а у него-то две совы в колоде? У него действительно две совы в колоде? Ну, один из пятнадцати Точнее, две из пятнадцати И вот он это понимает Тапается Сову он не находит Ну и здесь, наверное, нужно делать ставку Уже на провокации Конечно, нужно подслить слизь Ну и просто идти в лицо Причем тут уже можно чувствовать себя Чисто гипотетически в безопасности Почему? Три жирных провокации Два экзекьюта у нас вылетело Разве что сейчас будет супер вомбо-комбо От колента Ну, вомбо-комбо уже подходит Потому что есть два берсерка Есть вертушки Берсерк за одну ману Мораль не оставляйте ты у Рисана И, кстати, сейчас... Он сейчас будет ломать оружие Чисто гипотетически здесь у нас вырисовывается летал Потому что действительно за счет смены пушки Можно активировать раскрутку Есть две внутренние ярости Но это прям очень серьезно Это очень жестко Слушай, это действительно походу летал Просто потому что... И это за то, что император стоял столько на столе Если бы император не стоял, пушка бы не стоила ноль Берсерк не стоила бы единицу всего лишь Да, в итоге провокации погибают И это походу well played Да, да, да Это well played, конечно Ну что, первую победу берет колента Баланс, все дела Хотя таурисан Опять же, таурисан Не просто так засел во всех этих колодах Таурисан в такой колоде Это одна из ключевых карт Без таурисана, скорее всего, эта колода Не была бы настолько продуктивной И настолько играбельной И, возможно, вообще бы никто ею не играл Потому что слишком она бы была негибкой А за счет таурисана этот патрон вар Может творить такое, что это просто кошмарно Мне, честно, у меня был один кошмар Где мне снились исключительно матчи на патрон варах У меня, знаешь, вот насколько много турниров по Хардстоуну Насколько много я их смотрю, что у меня даже кошмары связаны с Хардстоуном У меня был кошмар, где Лайфкоч играл на патроне Еще кто-то играл на патроне И мне целую ночь снились Everyone! Это был самый ужасный сон в моей жизни И, надеюсь, больше мне такого не будет сниться Я бы еще, например, загадал по две Хэндлоки Нет, по две Арморсмит у каждого И вот два Берсерка И вот это все крутится, стакается И вот эти Everyone, вот эти вот песчане от этого Опять Everyone, еще песчане И чтобы у каждого было по две обязательно И того, и того Пожалуйста, нет, я умоляю Да ладно, норм Я такое видел один раз, кажется Как-то там называлось Самый долгий ход Да, возможно, возможно Ну и что? Ведет у нас Калента с счетом 1-0 Остается для него две колоды Причем две... Вообще, мне нравится смелость Калента Человек, который, невзирая абсолютно ни на что Играет своими колодами Берет фейс-хантов, катает фейс-хантов Фейс-хантов, все вайнят на эти колоды Так, ребят, чего вы вайните-то? Колода продуктивная, продуктивная Играет, играет Я выигрываю, выигрываю Все Нет, опять же, слишком много переменных То есть ты понимаешь, что общая мета, допустим, ушла немного в контроль Ты понимаешь также, что есть классы, которые, допустим, плохо справляются с агрессией И еще больше, уйдя в контроль, они пытаются играть против таких же контроллеров Соответственно, ранняя агрессия может затащить Точно так же, как те же колоды фановые, которые были с Милом Я вот сегодня, например, проводил эксперимент И там из игр, наверное, десяти Игр семь мне попались против колод, против которых я могу играть этим Милом Да, ну и у нас мы видим этот супер секретный паладин Уже, в принципе, есть чем играть Но я думаю, что три карты отправятся все-таки Какое интересное видоизменение у Калента в колоде Что именно? У Калента в колоде у нас есть печать На ноге он играл без печати, если я не ошибаюсь Так это норм Он все свои колоды немного переработал Вот у нас не так давно был турнир, тоже трехдневный, который мы смотрели И Калента выступал ровно с таким же подбором колод Практически с ровно таким же подбором колод Но после этого турнира он переработал эти колоды И это очень круто То есть он анализирует свои турнирные матчи Делает выводы и подправляет колоды Ну так обычно и делают хорошие игроки в игру под названием Хардстоун Скажи, это Лайв Коуч, у которого почти один и тот же хендлок Который играет уже четвертый или пятый сезон И где он теперь? А у него еще будет шанс А это его проблема, что у него какой-то там шанс будет Два типа уже в следующем этапе Что-то у него там какой-то шанс, это никого не интересует Но у него есть еще шанс Это очень круто, потому что я бы хотела, чтобы у нас В Киев прилетел Лайв Коуч Нет, это было бы забавно, естественно Это было бы реально очень круто Скилловый друид с буйным ростом, но здесь неплохо напрягает колента Кстати, вот существа безумно неприятные для друида Склайры с баблами, вот этот ползун, вот это все пока почистишь Для друида это головная боль Нереальная головная боль Для многих классов я тебе скажу, что это головная боль Да, я тебя прошу, вар потасовку дал Плохо сыграл, а вторую потасовку дал С барского плеча Кстати, вот у Станцевки у нас Я говорила об этом У него как раз вар с двумя потасовками еще Ну вот я говорил про то, что потасовки как-то необоснованно ушли Из варовских колод Бывают достаточно много ситуаций, когда Прям спасала бы спасала Ты с под контроля, да, и ты просто одной кнопкой Даже в самом плачевном каком-то исходе Красная кнопка просто Да, ты все равно можешь сделать какие-то вещи Ну и здесь у нас Станцевка задумывался Потому что, честно говоря, для него очень неприятный матчап И неясно, как с этим столом бороться Да, чистить его реально нечем Слизняка ты не ставишь просто потому, что в курсе, что это паладин У него есть оружие Неожиданно Намекаю, да Но он ставит Слизняка и будет биться личиком Сквайра готовит к размаху в ближайший ход Но я тут хочу сказать больше Он прекрасно понимает, что это за паладин против него играет Поэтому если он отдаст раннюю игру этому паладину Потом тебя это Слизень на пушку не спасет Поэтому он сейчас его разыгрывает как второй дроп Просто чтобы хоть как-то занять стол Ну да И что, будет ли как-то улыновым сейчас играть каленту, ставить джаглера, avenge юзать И давить в лицо? Да, и давить в лицо Потому что у него на четвертый ход по-любому на столе там останется какая-то крича, которую можно будет забафать печатью Так что нет смысла сейчас терять контроль Единственное, смотри, возможно стоит разыграть джаглера И второй секрет Если сейчас выходит друид, например 4.6 То этот друид становится 4.1 И ты без особых проблем его размениваешь Возможно так Вот она, суперкомбас с пауками Но не проперся И в итоге, да, пошел avenge Не знаю Этот ход интересен Ты избавился от слизня Но единственный минус Ты очень сильно подставился под размах Так ты знаешь, что будет размах А потом друид ничего не делает И решаешь печать И все так же давишь в лицо Именно Возможно Я бы, возможно, не стала подставляться так сильно под размах Но это уже дело калентам Сейчас будет суперзабафанный сквайр, на самом деле Но это тоже против друидов небольшой риск Так как Хранители чаще могут зайти Да-да-да Ну вот станцифка понимает Что все не так просто Как кажется на первый взгляд Ему действительно Знаешь, на блюдечке поднесли Ну, давай, размах Это слишком палевно Поэтому вот станцифка понимает Что где-то здесь Где-то здесь ловушка А где ловушка Поэтому идет латхип Но здесь, конечно, они пытаются друг друга передумать Если честно Ну, получается Потому что у калента, кстати, очень жуткая рука Все секреты, которые должны были сработать с этого всадника 6.6 Они сейчас имеются на руке Причем они все неиграбельные Я тебе хочу сказать больше У него Просто я играла его колодой У него настолько много секретов Что загадочные претенденты сыграют Даже несмотря на то, что он поднял два секрета в руку Там столько секретов Он использовал почти все секреты паладина Он не использовал только око за око И, если я не ошибаюсь Не использует только одну копию Заклинания за одну ману По-моему, я вот не помню То ли искупление, то ли покаяние Оно у нас на русском языке называется Вот которое сейчас на руках у нас у калента Которое делает вражескому существу Одну единицу здоровья То есть если у него схожая редакция То он использует почти все секреты пала Ну все равно Ты не можешь сейчас ничего толком сделать Один из них вообще не активен Потому что такой же только что был сыгран А от второго Ну, был ладхип Просто нельзя было его сыграть Да, ну ладхип в итоге тоже получился Более-менее внятный И что же делать сейчас Конечно, хочется оленям убить джаглера Но ты должен осознавать риск Появления достаточно сильного сквайра Которого придется также чем-то убивать И, ну, естественно, это сквайр Конечно, на сквайра вешается Эх, обида и печаль Ну, оставлять его также нельзя Ну, на добор будет использоваться гнев Да, и добирать ладхип будет Сейчас получает друида на руки у нас Ну, смотри, оставляет Оставляет сквайра Ну, не знаю, не знаю Вторая печать Вот это уже действительно неожиданно Потому что одна достаточно Обычная практика, как по мне Даже в мидрэнж друиде иногда используют Одну печать Вторую Вторую, конечно, пихать В эту палоску деку Это, мне кажется, небольшой перебор Ну, к слову, да Календо у нас достаточно сильно Переработал свою колоду В сравнении с последним его чимпом Я бы не сказала, что мне эта переработка Столь сильно нравится Потому что пока вот Возможно, заход не такой, как нужен Возможно Хотя старт был неплох Вот немного ладхип, опять же, испортил настроение Ну, стальсивка понимал Просто, что от него ждут размаха Поэтому решил сыграть вот ладхипа И это принесло ему действительно ощутимые бонусы Ну, а у Калента пока нет своего козыря Нет загадочного претендента Как раз таки вот это существо 6-6 у нас Такс, и момент истины Будет ли он меняться или... Да, все-таки есть трейд Ну, прям честно Я понимаю, что это настоящие киберспортсмены Но в ладере это обычно выглядит так Я бью тебе в лицо, а ты выживешь, не выживешь Разбирайся Но это ребята немного... Эти ребята играют немного по-другому Да, ну знаешь, вот вопрос у меня вызывает секрет Который он только что разыграл Скорее всего, он его разыграл просто, чтобы разыграть В связи с тем, что у него уже есть существо с атакой 5 То есть он знает, что почти все он убьет Единственная проблема, это может быть потенциальный друид когтя Ну, если сейчас друид этого воткнет Тогда будет еще действительно неприятно Ну вот сейчас Такое чувство, как будто станцивка вот чувствует его руку И понимает, что там вообще нет существ И одна карта, или даже две настолько ситуативны Что ему под эти карты реально нужно существо Поэтому сейчас даже была такая идея от станцивки Законтрить 5-3 Вообще убирать все со стола И это будет там вот тут Да, попал в точку Как раз о чем я и говорила Все-таки хорошо разыграл в итоге секрет Но... Призыв в бой сейчас очень нужен Призыв в бой сейчас очень нужен, чтобы забрать друида Поставить 3 существа Возможно пробафать Плюс был отдан размах И получает он еще один секрет А сейчас ты не можешь поставить чувака и забафить его печатью королей Просто потому, что это пустая трата карты Слишком дешево Да Ну, у него вариантов особо не остается Вот в чем проблема Как-то очень грустно выглядит игра, если честно Ну, потому что у обоих игроков более-менее плохо заходило Хотя вот сейчас имеется возможность за счет лорки Плево Да, малость вытащить Ну, кстати, друиду это может как раз-таки принести победу Потому что друид, который сидит без карт, это мертвый друид обычно Ну, это один из самых дешево топ-декаемых классов, наверное Потому что очень много карт, которые как не достань, а все равно приносят пользу Если не сейчас, то на следующий ход это и лорки, и шейды Да, тут третий секрет на руке Давай так По красоте Три штуки Это грустная рука Ну, совсем не зашло Вот реально не заперло Я тебе хочу сказать Калин-то показывал на этом паладине класс на прошлом турнире Но там у него всегда к шестому ходу был загадочный претендент Всегда Это существо, которое достает все секреты А на пятой, а потом еще и на шестой заходило А сейчас он сидит с этими секретами с руки и пытается их разыгрывать Ой, тут еще и размах просто идеально заходит Топ-декер Для того, чтобы просто сейчас зачистить весь стол, не дать сработать там парочки секретов Ну, сейчас, конечно, с танцевки надо грамотно подумать касательно того, как обыграть Не, ну в смысле, ты вначале просто проверяешь на вот этот Noble Sacrifice Да, только сейчас еще будет у нас отмущение и уже в то существо, на которое согреет Это отмущение, ты бросаешь размах Ужирнился у нас паладин Паладин-1-1 Прям совсем такой качок стал Но что-то ему это не особо сильно помогает Ну и здесь уже даже тень можно выводить Ты смотри, какой агрессивный Агрессор? Агрессор, агрессор Надоело, хватит это терпеть, бей в лицо Кстати, сабля, которая немножко может подконтролить, но не сказал бы, что она сильно изменит положение вещей Не, она особо ничего не изменит, даже если он запирает тень, это ничего не меняет То есть этот паладин берет на раннем этапе игры агрессии, не совсем удобным розыгрышам, к шестому ходу навешать секретов И пока твой оппонент завязает в этих секретах, да, ты просто идешь в лицо и разбиваешь это лицо Ну еще хорошая одна лорка Да, здесь древо забрать паладина рекрута На всякий случай, так сказать Потому что мало ли какие-то пробафы пойдут Еще и на подхил даже Ну это уже издевательство, если честно Он понимает, что паладин одной картой не может сейчас решить исход этой партии Тут появляется мастер-фу-баттл Немного, не вовремя, так совсем чуть-чуть Тогда под друида был бы очень неплох призыв бой После первого размаха, чтобы забрать друида, поставить какие-то существа Возможно, более выгодно бы сыграли твои секреты И ты бы смог хоть какой-то нарастить темп Ну что же, 1-1 Меня это безумно радует Потому что в одни ворота игр не будет Это круто Потому что у нас сегодня прям масса классных матчей У нас еще сегодня Суррендер против Таиса Также у нас будут Виннора, Лузера, финальная игра Так что... Да, сегодня еще очень много забавного Хардстоуна должно быть по плану Пока, правда, игры немного вязкие Просто потому, что колоды достаточно сумбурные И если наблюдается незаход То все превращается в очень жесткую рутину Я говорю, естественно, про того же Паладина Что если старт у него хороший Если секретов на руках минимум со старта Какие-то кричи Спам, 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 спам Все получается намного качественней Ну и вот дубль 2 от Калента Сейчас ситуация такова, что старт очень неплох То есть можно вообще начинать с Гитдаун пацанчика на первый ход Потом там что-нибудь ставить Ну так иногда делают Против классов, которые бьют руками Но тут сейчас чернокнижник Ну да, здесь против тебя Хэнд Нужно более агрессивный старт Искать именно по существам Вот, смотри, претендент уже на руках Каленту его в прошлом матче очень не хватало Здесь для станцивки получается неплохая рука Есть у него бомбы, есть лики Сумеречный дракон Также потом будет изыргатель Ну, мне рука Хэндлока нравится Мне очень интересно, как у нас танцивка будет обыгрывать секреты Это самое интересное Вот, когда играют ребята приблизительно одинакового уровня Профессионалы, очень интересно, какие решения они принимают Особенно против вот таких вот неудобных колод Вот, какие секреты они стараются обыгрывать Какие секреты игнорируют То есть вот эти решения и определяют очень часто скилл Да, да, то есть некоторые одни секреты ценят больше, чем другие Кто-то считает, что да ладно, вот это существо 4.3, пофиг на него Потом с ним разберемся, как это было, например, в прошлой игре А потом это существо вырастает у немыслимых различных вещей Да, да, то есть бывают разные, разные вещи Кто-то когда-то, например, проигнорит императора, как станцивка сделала Да, такое тоже происходит Ему потом за счет проигноренного императора просто Я только что чуть не сказала твоими словами Разнесли кабину или как-то там выражая Вот плохо влияет на людей Я очень плохо влияю на людей, согласен Порой такое бывает Здесь у нас пошла уже первая печать Подставляется своим паладином под лиг тлена Но он прекрасно понимает, что там особо потом разыграть не будет что Разве что опытного охотника Да, но опытного охотника хочется оставить Потому что там же есть конь 6.6 Который очень часто становится конем там 8 Сколько-то там в зависимости от того, насколько его побьют Кстати, может быть действительно секрет отмщения Может быть плюс 1-1 секрет, да? То есть действительно может уплотняться это существо Но возможно я бы сыграла против подобного пала темпа опытного Потому что у тебя пятый ход изрыгатель У тебя есть чем блокировать Не, как по мне, то более хороший ход это санфьюри Все-таки Потому что аргус уже есть Изрыгатель тоже есть Если ты хочешь что-то отдать на мясо Это определенно должен быть не опытный охотник Ну, может быть Как бы санфьюри она не может убить типа 95 на там 25 Допустим А вот опытный охотник справляется с таким товарищем вообще совершенно спокойно Так, ну и вот главный вопрос Хотя, наверное, это даже не вопрос Тут нужно доставать трусильвер Нужно ставить сквайра Чтобы потом шестым ходом по трем существам Можно было воткнуть качественного осадника Секретики Секретики, секретики Думаю, Калента сейчас как раз и думает Стоят ли вот эти два паладинчика самих себя Или можно ими немного пренебречь Да, мы видим, что он решил Так сказать, забивает он У нас на розыгрыш оружия 4-2 И решает просто вот таким вот образом Удариться один раз и все остальное отправить в лицо Интересный ход Я этот ход отобряю, понимая, что у него нет равенства в этой колоде Это нормально И против хендлока ты либо агрессивничаешь Пытаешься какой-то массой заполонить стол Какой-то мелочевкой Надеешься, что нет АОЕ Либо ты опять же переходишь в лейтгейм И тебе рассказывает хендлок Как ты был неправ Ну да, тут хозяин Так, и что же, станцифка Будет ли он сейчас кого-то убивать И подставляться под... Всевозможное количество секретов Либо это может быть новый секрет паладина на плюс один Который, да, Competitive Spirit только что достал Ну и вот День Д Ход Х, если его так можно назвать У меня есть определение этому Плею на шестой ход Но я, пожалуй, не буду озвучивать Да, потому что тут... Так, ну что же Кстати, Калента задумался Потому что сейчас его ставят в очень неудобное положение Сейчас, по-моему, нужно разыгрывать пушку Чтобы законтролить изрыгателя Или отдать минимум своих существ Ну, очень уж вкусно, конечно, выглядел претендент Но здесь пушка все-таки будет более приятным ходом Ну, ты просто... Еще и обвешался секретами Да, ты, во-первых, обвешался секретами У тебя достаточно много крич Если уж на то пошел разговор Да, и, естественно, продолжает прессинговать физиономию Так вот, существ у тебя достаточно много Со всеми этими существами разобраться Можно, конечно, одним хеллфайром достаточно легко И если бы был сейчас хеллфайр у станцивки Игра бы уже, скорее всего, закончилась Да, скорее всего, игра бы действительно закончилась Хотя там висит у нас два секрета Один у нас на пробавь висит секрет Второй — это мщение Ну, так ты хеллфайром сейчас чистишь весь стол и все Да, и у тебя в плюсе еще ликтлена Если прям совсем неудобное существо падает От мщения, то ты можешь добрать Так что тут, на самом деле, все зависит Да, от того, насколько быстро этот самый хеллфайр появится Здесь адского пламени нет, поэтому нужно что-то решать Ну, мне, кстати, нравится дракон Плюс, возможно, Санфьюри — это второй дешевый провокатор И ты остаешься без провокаций дешевых Ну, есть еще Аргус Ну, Аргус — четыре маны То есть его надо с чем-то скомбить А это что-то будет тоже определенно стоить не меньше трех маны Тут, честно говоря, варианта, видимо Станцифка больше не видит Так, и да, пошел У нас первый пробав на плюс один Как же хорошо Склайр смотрится с вот такими вот секретами, да? Просто дичайшие пробавы идут Ну да, совсем неприятно против такого воевать Причем ты еще и не отдаешь этого Склайра Ты можешь размениваться в существ Склайр остается жив Да, достаточно жестких существ Могут быть и великаны, и драконы Ну вот сейчас очень хорошую серию разменов Можно провести для Калента Ну, он, видимо, будет отвоевывать сейчас стол Ну, может, неплохо его отвоевать Да, и вот он пошел, Челленджер Вот она, елочка Маша любимая И тут просто целый арсенал, друзья Тут Repentance Тут, опять же Ложись, отмщение Да, отмщение Competitive Spirit, новый, который Redemption тоже есть В общем, здесь есть полный набор всех возможных секретов Одним словом, елочка Ну, смотри, сейчас, кстати, можно провернуть комбо Дать лик в 3-1 Отмщение падает на 6-6 Ты забираешь его опытным охотником Комбо? Тем самым опытным охотником Причем Сова очень хорошо зашла Реально, можно сказать, топ-дек Потому что Склайра получится накрыть Если вдруг Мщение сработает не на ту цель И... Куда? Куда? Нужно на 6-6 Ах, отлично! Да, и в итоге Мы видим, что Встрет Очень серьезно сейчас Вот, то, о чем я и говорил То есть, если бы тогда был скинут Вигим Хантер То сейчас не было бы вариантов Чтобы разобраться Именно Но проблема-то В том, что А проблем уже почти нет, если честно Потому что у такого паладина Нет жесткого бёрст-дэмэджа И... Несмотря на вот этот пробаф Рано или поздно Ты сможешь воткнуть Молтона И за Дефу с Аргусом Ну, если бы сейчас, например, печать была То были бы всё-таки... Не, сова есть Ну, сова, сова Сова, она... Как бы я не болела за наших Тут, по-моему, кто-то приплыл на своём паладине И опять, опять паладины Ну, не знаю, слишком авантюрные колоды у этих паладинов Где-то в матчмейкинге против каких-то... Не очень опытных игроков Ну, подожди, а вдруг сейчас не будет АУЕ? М? И что он будет делать? Смотреть на этот стол? Не обязательно смотреть на этот стол А что с ним делать? Можно, например, лечиться и ждать Подходящий момент Можно поставить... Лечиться и ждать... Тактика не самая продуктивная Когда тебе бьют лицо Так в смысле? Ты хендлок, ты только этим занимаешься Тебе постоянно бьют лицо А ты лечишься и ждёшь Сейчас какой-нибудь, не знаю, там, Молтен или ещё что-то в этом духе Выглядел бы неплохо Но мы видим, что кидается сова Самое интересное, 15 карт у станции в колоде У него два адских пламени и одно пламя мы То есть у него три АУЕ есть И ни одно из трёх АУЕ не зашло Рано или поздно, оно зайдёт Рано Ну вот если оно зайдёт поздно, то будет поздно А уже у паладина карт нет Я так понимаю, у какого-то... Какой-то божественной милости Вряд ли она присутствует в этой Есть, присутствуют две божественные милости Две даже А, ну тогда возможно Возможно ещё будет шанс у Калента реабилитироваться Потому что пока добирая вот таких пауков По одному ты ничего не добьёшься Ну а по сути у деки Калента нет и ничего сильнее Самая сильная карта это загадочный претендент 6-6 Всё Хьюстону даст проблемы Ну выбрал же такую колоду, играй Также, кстати, в этой колоде всего одно освещение То есть такая очень интересная колода Без равенства Но она напрягает вот своей особенностью Огромным количеством секретов Которые не все умеют правильно обыгрывать И за счёт этого колода получает преимущество Ну просто против классов с мощными АОЕ заклинаниями Эта колода вообще не должна работать по идее Что постоянно будет чиститься весь стол Некоторые ещё просто не привыкли играть против таких колод И иногда делают ошибки Вот поэтому я говорил про не очень опытных игроков Я хотел сказать несколько более броско Но потом передумал Так, и что там у нас Ну 17-16 Набивают лицо при станцифке И всё ещё нет АОЕ Ну, боль Так, смотри, а что там по урону получается? По урону получается 3, 6, 7, 8 урона Именно Чисто гипотетически Паладин не может одной картой нанести 8 урона Одной он может нанести Это гнев Но если на столе будет что-то стоять Он зачастую не бьёт на все 8 в лицо С одной карты да Да, но может быть две карты Трусильвер, печать, например Но для того, чтобы добрать две карты Ну, то нужна божественная милость Это три маны А мана, ты не резиновая Её всего 10 То есть поэтому можно сейчас Немного пренебречь безопасностью И просто поставить молды на Ancient Watcher То есть просто защититься немного Ну, то можно сделать вот так Вот, ну, ещё и Аликстраска зашла То есть по-прежнему план может сработать Нужно продолжать просто укрепляться Ты знаешь, что в непредвиденной ситуации У тебя есть ауты Ну, играет Mountain Скорее всего просто потому что Просто чтобы реализовать ману Он понимает, что вряд ли этого Mountain Giant Он сыграет потом У него будут все карты потрачены Смотри, смотри BD King от Kalenta Загадочный Очередной загадочный претендент Это опять же количество секретов А два пробафа уже было потрачено Секретов хороших там осталось совсем немного Ну, не знаю Любые секреты заставляют твоего оппонента Думать, выписывать Возможно, путаться, совершать какие-то ошибки Даже сам факт того, что на тебе висит очередной секрет Да нет, нет, нет Да, не все умеют обыгрывать это У нас сидят лучшие игроки планеты Они должны понимать Они должны понимать, что Во-первых, секреты не работают, когда ходит твой оппонент Это небольшой момент, на котором я хотел бы заострить внимание И можно просто вот так вот замуроваться провокаторами И просто сидеть И просто ничего не сделать И тебя не пробьют Пускай от старости умирает Да, это невозможно Просто никак Все очень просто Вот станцифка Это пока что образец хладнокровия Так и нужно делать Не нужно бросаться на груди просто на амбразуру И пытаться перебороть все эти секреты Пусть они все там висят Два пробафа уже, кажется, было потрачено Я имею в виду competitive spirit, естественно Храница тайна Немного не вовремя Вот если бы она на раннем этапе игры зашла под секретами Колента мог бы неплохо ее заобузить А сейчас она не является лучшим топ-деком Ну и станцифка У нас побеждает Колента решил не тянуть матч И сдается Проигрывает он уже, между прочим, вторую игру на своем паладине И что-то пошло не так, по-моему Колода в плане Не переработка колоды Даже без АОЕ, как мы видим Он справляется легко Из-за того, что не хватает burst damage То есть если ты провалил старт Дальше тебе реабилитироваться почти невозможно Потому что хендлок просто затыкивает себя великанами Ставит провокаторов и просто стоит А ты без равенств Без равенств consecration Суперкомбинаций Без равенства Это тяжелый оппонент Гнева вообще не вариант браться То есть матчап, скажем, не лучший в итоге получился Ну вот сейчас у станцифки остался воин Вот воину в некоторой степени Тяжеловато с секретами бороться с некоторыми Просто потому, что много карт может тратиться Плюс такие удары пушками вложись пацанов Порой приводят к трати демнджа Но тем не менее за счет хрипа, укуса Ты можешь чистить всю эту мелочевку одним махом Две потасовки у нас есть Увара с танцивки Это тоже зачистка Также есть у него Харрисон Джонс Который избавит у нас от пушки паладина То есть неплохие шансы у Вара Главное обыграть секреты Главное очень вовремя достать необходимые карты Кстати, еще такой нюанс У нас с танцивкой играет такое новое интересное заклинание Как оглушить То есть две копии этого заклинания Это три урона плюс три брони Как раз таки карта для подконтроля Каких-то мелких существ неудобных и неприятных Ну и не будем с тобой, наверное, забывать о Мэриэль Которая отлично меняет способность героя И Вар может укрепляться, укрепляться, укрепляться А ты его потом просто не добьешь никак Ну и как мы видели, действительно, у паладина не всегда получается зафинишить Калинтау надо подсобраться Потому что как-то сливать не хотелось бы Так что давай-давай Вперед Ну вот и сейчас он понимать должен То, что Аутов остается Вернее, у противника осталась всего одна колода То есть он может попытаться подстроиться Выбрать класс более комфортный Для того, чтобы поддержать победу на второй карте И у нас появляется Прист На барабане Ну именно поэтому он и подумал Видимо, вот так вот и взял Приста Кстати, его Прист также прошел небольшую переработку Добавил он туда уменьшайстеров С последним турниром То есть такая у него Добавил культистов за три маны Такая очень-очень интересная колода у него получилась Но играет он у нас без Ауки Найки, без кругов И без бомбы То есть у него с АОЕ всего две холли новые И я вот смотрю, что Ну, во-первых, топор тут, наверное, must have Сейчас танцевка куда-то пропала У него макушка одна торчит О, вернулся Ворвался просто Видимо, таким образом воду пьет Очень любопытно будет попробовать Может, так вкусней Боюсь, что домашние стулья не выдержат подобных Не, у меня похожий стул Так что у меня он предназначен для подобных вещей Что же это за стулья-то такие? В смысле? Нормальные человеческие стулья? Не примерно? Они предполагают, что ты будешь на них спать Что ты настолько задрот, что ты будешь спать за компом Что ты будешь даже спать на стуле Поэтому было разыграно это существо Вот и все Кстати, дорогие зрители, у нас отличная новость У нас трансляция также будет завтра Будем мы транслировать первый этап Road to BlizzCon Так что не пропустите ровно в 14.00 Киев и МСК Мы будем вырываться уже с первыми матчами Из первого этапа Road to BlizzCon Очень круто, так что следите за обновлениями И обязательно приходите и поддерживайте игроков Да, да, я могу только присоединиться к твоим словам Пока я смотрю на этот пристав, мне реально плакать хочется То есть все, что у него есть в руках Это мусор, хлам, отбросы Я не знаю, как это еще можно назвать Они вообще не работают Очень редко так встречается, когда этот пристав не работает Да, потому что против меня постоянно идет сначала Велп Потом вот этот провокатор 2-4 Потом еще какая-нибудь чешуйня И все, и в итоге становится играть практически невозможно Так, тут у нас еще один Велп Причем забавно, что они друг друга триделят То есть один получается пробафанный, а второго поставишь уже не пробафанного Да, так и есть Не по фэншую как-то Но я думаю, что здесь, наверное, стоит подхилить свое существо однозначно Ну и, наверное, служителя более стоит все-таки ваншотом забрать Вторая потасовка появилась Вот как раз потасовка в таком матчапе Когда у воина может быть недостаточно много ремувалов А у приста, как вы знаете, очень много статовых существ Плюс эти пробафы на плюс ХП Плюс Велен избранник Очень-очень-очень много таких ситуаций, когда воину не хватает урона с пушки Там или экзекюты заканчиваются То есть потасовка спасает ситуацию Да, она просто идеально заходит Тебе пофиг, сколько там существ, какое существо останется Ты его, допустим, можешь приговорить экзекютам Главное, чтобы оно осталось одно А не толпа целая Тут еще, кстати, нюанс Очень-очень редко сейчас Или же даже почти никогда Я даже не побоюсь этого слова У нас вары играют только одну потасовку То есть обычно против вара обыгрывают всего одну потасовку Потом выбрасываются на все вары Такой, ху-ху, лови вторую И все, игра проиграно Неплохо сыграно, сразу пишут тебе Да, и можно заканчивать игру Решил даже дракончика не колотить Станцивка агрессора Да, вот сейчас под вопросом Корраптор выходит Просто потому, что есть укус И прекрасно понимаешь, что ты его отдаешь Ну и не знаю, я бы, возможно, подхилила и пошла бы в лицо Ну, возможно, у нас танцивка Не знаю, очень такой Тоже странный ход Решил он не забирать дракончика Два-три Прям вот эти парни Убирают очень невероятно Преста настолько сейчас мерзкая ситуация Что он не может толком нарастить темп Которым изначально подобные Престы славятся А у вара супер-классные тяжелые карты Это Сильвана Это, естественно, вот эта легендарочка Рядом с ней за 6 Которая улучшает твое hero power И все Преста это не тот класс, который может Жестко тебя там забурстить И не дать тебе ничего сделать Ну, опять же, обратная сторона медали Вроде бы рука у станцивки хороша Но она и все-таки ситуативная Потому что Мэриэль нужно грамотно разыгрывать Сильвану Ну, как бы Нужно, чтобы был полный стол Чтобы выжать с нее какой-нибудь бонус Бум хорош Две потасовки тоже, когда пустой стол Я думаю, не хотел бы станцивкой видеть В руке То есть хотелось бы что-нибудь другое Ну, вот Бум хорош Все остальное, мне кажется, немного ситуативно Не знаю Сильвану на самом деле Многие недооценивают По той причине, что говорят Блин, ты ставишь ее на стол Ее там что-то где-то как-то убили Она никого не заманила Да плевать На нее тратятся в основном все существа Которые есть на столе Сильвана это одна из самых интересных карт в игре Чисто по своему срабатыванию И как ее можно обыграть Здесь на самом деле очень спорный момент Некоторые, например, в определенном количестве колонн Считают Сильвану слишком медленной Даже в хендлоке когда-то кто-то Спро игроков говорил, что я Сильвану не использую Мне она кажется медленной Это те игроки, которые помнят ее за пять Те, которые пришли в эту игру Когда она уже стоила шесть маны Им как-то вообще по барабану Потому что многие, когда мы там ведем беседы Они узнают, что она раньше стоила пять Говорят, блин, ну это очень круто Ну и сейчас вроде неплохо То есть как-то не чувствуется Они не играли еще В момент, когда можно было поставить Сильвану и дать потасов Вот, вот Они не помнят этих абузов А я помню Да, я тоже помню Было дело Ну и здесь действительно Сильвана стала большой проблемой для Калента Нужно думать, как ее обыграть сейчас Не знаю, возможно А нормально ты ее тут не обыграешь? И тут ступор 3-8 Тыкнуть Дать туда Холли Нову Он переманивает твое существо И ты сломать Мы Боль не забираешь И у тебя ничего нет Ну а если другой вариант Будет супер медленный ход Нет, все-таки контролит у нас Смотри, вот так вот решила сделать Решила не тратить Холли Нову Не тратить ШВП А просто захилить В надежде на размен По мне, то это Доктор Беланс Тайм На самом деле Единственное, конечно Не хотелось бы сейчас Отдавать Сильвану просто в молоко Поэтому, возможно Сейчас будет удар С Десбайта Но против Преста Это очень рисково Это Хулинова, ты понимаешь Он и так не в самой благоприятной ситуации Находится, Прест Ну, кстати В Арут эту ситуацию Торопить особо не имеет смысла У него лейтгейм посолиднее Нежели у этой колоды будет Да У него там всевозможные Рагнароссы Рин Те же защитницы То есть у него лейтгейм Очень серьезный У этой колоды Лейтгейм не такой приятный Да, в итоге просто Сильвана уходит в лицо И немного прикрывается Вот, кстати, и ШВД То есть тот ход Про который мы говорили Он мог состояться сейчас И сейчас Прест, грубо говоря Сравнял Ситуацию на столе По картам, конечно Немножко, скорее всего, отставал Но Все было бы не так плачевно Как на данный момент Я вижу, что Каленто, честно говоря Напрягся Ну да Он понимает, что у него Полный хлам Последний шанс Потому что если он сливает Эту игру То он направляется в лузера у нас Как-то Каленто в лузерах Неожиданно Да Поэтому подсоберись Конечно, Сильвана Это Еще та зараза Но если нет сайленсов То это очень назойливая карта Но сайленсы Сейчас у нас не используют Престы, фактически Очень-очень мало Престов Юзая сайленс Но признаюсь Одно время попадая В настолько отвратительные ситуации Я все-таки добавляла сайленс Так вот часто происходит Когда ты долго на что-то Напарываешься Пригорают, так сказать А потом в итоге Понимаешь, что надо что-то менять Добавляешь карту, которая все меняет А не попадаешься никогда против этого класса Больше Ну пока Калента тянет время Ждет каких-то еще Возможно Да он хочет, чтобы эта Сильвана Наконец-то пропала Со стола Или ему что-то подставили Чтобы угнать Жрицей Потому что С этой Сильваной Невероятное количество Пришлось бы всего отдать Поэтому он просто сидит И терпит Предвкушаю второго Белчера Просто Предыдущий ход был Очень тяжелый для Преста То есть Это был только первый И получилось так легко Размотать Весь этот клубок Только потому, что был Шаду Ворд Пейн Сейчас Появляется второй Белчер И Если сейчас второго ШВП нет Скорее всего его нет То Нет Все очень печально Хотя, кстати, появляется Еще один избранник Велена Можно будет с ручки Забрать Этого Белчера Да, но только проблема в том Что тогда ты это существо Даришь Своему оппоненту Но потом ты его можешь Законтролить Боже, как же Все сложно Этот Прест Этот Вар Вот Насмотрелись мы вчера С тобой на патронов Хендлоков Получите Распишитесь Контроль Вар Против Преста Да Можно, кстати, попробовать Угнать Слизь Все-таки Девять маны есть Через кабалочку Слизь Не очень вкусная цель А что ты еще будешь Воровать у Воина Служитель Боли Только Служитель Боли Одного уже Так, а не будет второго У Воина Восемь карт в руках Ну, семь И он прекрасно понимает Что поставит он Акалитов Там сразу же пойдет кабалка То есть Это как пить дать Не, ну смотри Тут кабалка еще Может служить Для другого комбо У нас Калента Использует В своей колоде У Миншайстеров То есть он может Угнать, например Какую-нибудь из Эру Гипотетически, да Если гипотетически Эта карта есть Конечно, конечно Или же под двумя У Миншайстерами И темной жрицей Тоже можно что-то Очень серьезное Сдался Калента Убил он ее Сильвана победила Все-таки Терпел, терпел 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 Боже мой Не смог Просто Замучился он Ну да И что Теперь все Полностью развязаны руки У воина Можно делать все Что твоей душе угодно Смотри А там Как бы Если бы было чуть побольше маны Там был бы почти летал Потому что Громаж Надсмотрщик 12 Оружие 16 И Двадцатка урона Если бы было 10 кристаллов маны То есть Совсем чуть-чуть Не хватает долеталой Здесь возможно стоит ставить бум Остакать брони И в лицо И следующим ходом финишить Точка А Калента ничего не сможет сделать Потому что Подхилиться с холли новый Ну окей Подхилиться с руки Окей Четыре хила Да Вот сейчас раздумает Над каким более агрессивным Или более пассивным ходом Я не вижу тут Повода для Того Чтобы действовать защитно Доктор Бум Это просто Отличный ход Все И следующим ходом Ты просто добиваешь его Да Вот оно появляется Изера Но Какой в этом смысл Если ты уже мертв Не ну почему Смотри Можно сделать немного по другому Дать ШВД И угнать Все таки Жрица И Слизь например А Что изменится то? Бомбочки Если бомбочки Могут плохо распределиться Слизь останется Ну Не знаю Тут надо еще Смотреть Как полетят бомбы Но в целом Я честно говоря Аутов для Калента Не вижу Он может попытаться Но что с этого получится? Да Вот я смотрю Он совсем уже подзадумался Ну конечно Как бы 3-1 Если что На минуточку Все таки бомбу Он решил своровать Ну и Это ему не помогает А что он в Элпу не поставил? Да Он понимает Что от этого Ничего не меняется Так ну можно тогда Консид жмакнуть Я слышал Если уже Не делать чего-то Но он надеялся Что нам нет Громаша Потому что карта В колоде 14 Половина колоды Плюс-минус То есть Громаш Казался И да На этом Джуджей Побеждает у нас Танцивка Со счетом 3-1 Калента Мне кажется Для многих Калента Был фаворитом Этой встречи И тут вот такой Вот неожиданный счет Но Мне понравилась встреча Это было необычно Это было по-другому Это было уже Более свежо Нежели наш Первый игровой день Нежели наша группа Ну я немного расстроен Просто потому что Не получилось Организовать нормальный заход У Калента И в итоге Ну было Вот Это Не заход Это просто брат Ну это совсем не заход Да То есть он реально Не мог играть Там не было вот этих Супер хороших провокаций Он не смог реализовать Свои провокации Ему в конце концов Даже сумеречный страш Не зашел Отличный дракон Отличная провокация Но он просто сидел И бросал все Что ему попадалось в руку Ну это было грустно И это было абсолютно не сильно Особенно против контроль вара Это очень сильная колода Ну да И против нее Нужно изначально Пытаться захватить стол Потому что Колода у Калента Как по мне Ситуативная Против контроль вара Тяжело играть Если у тебя нет Хорошего захода Конечно Что у нас по второй паре Вообще Кто у нас там будет играть У нас там Сурендер И Тайс Да у нас будет играть Сурендер и Тайс И скажу даже больше У нас ребята подготовили Интересные колоды Так что никуда Не уходите надолго Мы убегаем на небольшую паузу И скоро вернемся Уже с матчем Тайс Против Сурендера Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok